на 2019-2020 год. При этом в соглашении, которое сейчас будет подписано, Саратовская область берет на себя обязательство завершить программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, досрочно и к 2025, а к 2021 году. Для этого в Саратовской области нужно расселить свыше 4,5 тысяч аварийных жилых помещений, где сейчас проживает более 9,7 тысяч человек. Общая стоимость программы. Для нас, для государственной корпорации фонд содействия реформирования, это достаточно знаменательный день, поскольку мы подписываем соглашение Саратовской области, не просто соглашение, это второй регион в стране, который досрочно взял на себя обязательство расселить аварийный фонд, который признан на 1 января 2017 года. Первой была Астраханская область, вот и сейчас Саратовское присоединение. Я должен сказать, что Саратовская область выполнила за предыдущие 10 лет очень большой объем расселения аварийного жилья. Почти полмиллиона квадратных метров и почти 14 тысяч человек были переселены в новое жилье. Поэтому те планы, которые они взяли досрочно на себя, расселить там 157 тысяч квадратных метров, я думаю, им по плечу. И они справятся с этим. Но мы берем на себя обязательства, после того, как они перед нами отчитаются, в дальнейшем дальше их финансировать. Дорогие друзья, я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить Константину Георгиевичу и нашего президента за принятое такое очень важное решение для жителей Саратовской области. Учитывая, что у нас исторический город, и ему уже более 400 лет, и очень много имеем сегодня домов, которые находятся в ветхом аварийном состоянии. И без решения такой государственной проблемы нам это было бы не под силу. Учитывая, что мы два этапа прошли достойно, и жители это чувствуют, но ожидание еще очень высокое сегодня у наших жителей. И спасибо, что вы поддержали нас за инициативу, чтобы решить программу за три года, потому что надо как можно быстрее расшить проблему наших жителей. Мы будем ее исполнять, а вам огромное спасибо за все. Благодарим вас, Валерий Васильевич и Константин Георгиевич. Уважаемые дамы и господа!